Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом обложения НДФЛ полевого довольствия. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен правительством Российской Федерации и предлагается, соответственно, внести изменения в пункт 3 статьи 217 НК РФ. В соответствии с изменениями, не облагаться НДФЛ, будут суммы полевого довольствия, не превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в полевых условиях. В пояснительной записке к законопроекту правительством Российской Федерации выдвигаются два тезиса. Первый тезис о том, что в настоящий момент отсутствует какое-либо ограничение сумм полевого довольствия. И отсутствие такого ограничения может приводить к необоснованному завышению сумм полевого довольствия, что приводит к занижению доходов бюджетов местных территорий, ну то есть муниципальных образований, которые, как указывает правительство, в большинстве случаев являются дотационными. Второй аргумент, тезис, который высказывает правительство, касается непосредственно суммы 700 рублей. Почему именно такая сумма? В данном случае правительство указывает на то, что эта сумма выбрана по аналогии с необлагаемым размером командировочных. То есть в отношении командировочных внутри страны также установлен необлагаемый размер суточных в 700 рублей в сутки. Ну, что касается перспектив данного законопроекта, то, скорее всего, он будет принят. Это единственное, конечно же, что вызывает вопрос, это вообще обоснованность установления твердой суммы в отношении полевого довольствия, но на самом деле и в отношении, например, командировочных. Поскольку дело в том, что размер расходов лица, ну размер расходов, который необходим для поддержания жизнедеятельности лица вне места проживания, безусловно, различается в зависимости от региона. И установление твердой суммы может приводить к тому, что в каком-то регионе суммы 700 рублей будет недостаточно для поддержания нормальной жизнедеятельности работника. Однако, в данном случае работодатель либо должен будет ограничиваться данной суммой, либо должен будет повышать эту сумму, но в этом случае тогда придется уплачивать с этой суммы НДФЛ. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.